Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Китая до Перу. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шивов. Куда в 21 веке географически, политически, экономически или социокультурно смещается жизнь всего человечества? Где через несколько десятков лет будет сконцентрировано население планеты? Какие города и страны будут самыми населенными, развитыми, мощными и передовыми, а какие опустеют – глобализация или ее возможный закат? Войны и радикальные изменения климата, массовая миграция и борьба за ресурсы, рост недовольства, голод и экономическое неравенство – к чему приведут скоро все эти процессы, которые обостряются с каждым годом? Где будет биться пульс планеты через 50 лет? Какие регионы и государства станут возможно определять облик земной цивилизации? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Вы задали несколько очень драматичных вопросов, а я бы хотел начать разговор о них, может быть, не так уж серьезно. Мы сейчас разговариваем за пару дней до конца футбольного мирового первенства в Катаре. И, в общем, для меня символом того, что мир меняется, стал ход этого футбольного чемпионата. Я понимаю, что все это во многом случайно, а может быть и нет, потому что вот все основные сенсации и неожиданности, те, кто следил за ходом первенства, это знают, они связаны на сей раз с командами не с европейскими и не с южноамериканскими, то есть не с теми, которые обычно лидируют всегда в мировом футболе. Саудовская Аравия вдруг сенсационно в самом начале чемпионата победила Аргентину. Это и потом не помогло выйти из группы, но это уже другой разговор. Япония взяла и обыграла две великие футбольные державы, вначале Германию, потом Испанию. Сборная Марокко вообще триумфальным маршем прошла про чемпионату, мы сейчас еще не знаем, чем этот марш закончится, но на данный момент она вышла в полуфинал. Первой, кстати, из африканских команд за всю историю чемпионатов мира. В общем, что-то поменялось, да и сам чемпионат проходит в Катаре, вы об этом много писали, об этой подготовке к чемпионату, это значит, что маленький Катар, Эмират Аравийский, влиятельен. Кстати, можно тут пристегнуть новость последних дней, тоже связанную с Катаром. Сейчас в Европарламенте огромный скандал вокруг одной из зампредседательниц, которая, и не она одна, брала взятки, как раз, судя по всему, от людей, связанных с катарским правительством, для того, чтобы создавать вот этому маленькому Катару большую хорошую репутацию в мире. То есть мир действительно стал иным. Европа, или, по крайней мере, не лучшая часть ее политиков, пляшет под дудку небольших азиатских государств. Иметь колоссальные доходы от продажи каких-то природных ископаемых, углеводородов, давать взятки, громко шуметь, стучать кулаком по столу или просто обладать огромным по количеству собственным населением, это не значит совершенно быть ведущей мировой державой. В общем-то, Китай, Индия или Индонезия или Пакистан всегда по размеру географическому территории своей, по населению, они и раньше-то были намного больше, и, как бы, так сказать, если мерить не качеством и количеством, линейкой, что называется, по карте, значительнее, как бы, чем Германия или Франция. Но это все время было не так до сих пор. Вообще, кстати, раз уж мы заговорили о населении, наверное, не все наши слушатели знают, что скоро самой населенной страной на планете будет уже не Китай, где население потихоньку вдруг сейчас стало сокращаться. Все говорили, что скоро их будет полтора миллиарда, сейчас их всего-всего, в кавычках, да, один миллиард четыреста тридцать миллионов примерно. А вот Индия выходит на первое место, и скоро их действительно будет полтора миллиарда из-за чудовищно, просто чудовищно неконтролируемой огромной рождаемости, которая превышает даже чудовищную же смертность. Несколько раз я употребил слово чудовищный, потому что по-прежнему три четверти населения Индии живут за чертой бедности. Что это за качественный, не только количественно будет человеческий материал, который, безусловно, надо будет как-то обеспечивать самыми необходимыми жизненными потребностями. Я бы тут немножко добавил, чтобы эта картина не была такой мрачной, что, с другой стороны, по основным параметрам, к среднему классу в Индии относятся почти триста миллионов человек. Это, извините, две России. Но все же Индия до сих пор, это государство, может быть, самое контрастное, хотя говорят, город контрастов, да, страна контрастов, это стереотип, который только можно представить себе на планете. С их религией, которой много тысяч лет, предполагающей до сих пор, как бы официально с ней не боролись, кастовую систему, где до сих пор существуют десятки и сотни миллионов реально неприкасаемых людей, с которыми просто стыдно представителям каких-то высших классов проехаться рядом, допустим, на одном сидении в метро или в вагоне поезда. И вот такая страна, что будет определять как бы лицо человечества. Мир меняется в ту сторону, которая многим из нас покажется неожиданной. Если, как я люблю говорить, с высоты божьего полета посмотреть на историю человечества, последних лет так четыреста, но она крутилась вокруг западного мира и его ближайших окрестностей. Западный мир наиболее быстро развивался, устроил промышленную революцию, устроил так называемую первую глобализацию или колониальную систему со всеми ее минусами и плюсами тоже. Как бы скреплял мир и возглавлял его и вел его, опять же, совершая на этом пути массу ошибок и подвигов. А сейчас все становится, ну, несколько иначе. Да, Индия формально крупнейшая демократия мира. Фактически то, что вы сказали, очень пестрое, очень полное социального неравенства и кастового неравенства общества. И да, вот такие страны, на мой взгляд, действительно в 21 веке начнут играть роль лидера. Но запад, он помимо того, что устроил промышленную революцию, заложил географические контуры большинства стран современного мира, вы упомянули колониальную систему, он еще и морально все-таки гуманистические принципы заложил, демократические, которые не закладывались ни в Китае, ни в Индии, ни в Африке, ни в Латинской Америке. Тоже этот путь забил ухабами, и запад на нем не раз спотыкался. Ну да, понятие демократии, оно пришло из западного мира. Спотыкался, значит, шел вперед и менялся, а не стоял на месте веками. Есть некоторые страны, которые как деревья, которые растут в ширину, в кость, они могут заболеть, они могут изменить там направление своего движения, просто умереть, да, из них листва осыпалось. А есть страны, как памятники или как скалы, ну вот он такой мрачный черный какой-то монолит стоял тысячу лет назад и две тысячи лет назад и с тех пор не сильно изменился. Может быть, найдем какой-то такой налет цивилизации, как зелененький мох толщиной в сантиметр нарос, но если взять тряпку и провести этот мох смахнуть, обнаружатся многие километры этакого гранита и базальта. Если мы говорим о том, что население во многом будет определять лицо планеты, ну вот какие страны идут после Индии и Китая по числу населения? Только США там выделяется как такая ведущая сверхдержава, не будем говорить хорошо или плохо, принадлежащая к западному миру, где уже скоро будет 340 миллионов человек во многом за счет миграции. На четвертом месте в мире Индонезия 270 миллионов человек, на пятом Пакистан 230 миллионов человек, в Бразилии на шестом 225 уже по последним подсчетам, Нигерия, где скоро будет 230 миллионов человек, маленький по размерам Бангладеш 185 миллионов. Россия, где население стремительно убывает, это даже включая оккупированные территории украинские, там 146,5 миллионов. Мексика в западном полушарии официально 132 миллиона уже и плюс я бы еще напомнил, что около 20 миллионов мексиканцев легально или нелегально живут, трудятся, находятся на территории Соединенных Штатов. Япония, безусловно, принадлежащая к лагерю западных стран условному, да, с ее 125 миллионами, которые стремительно убывают, а дальше Эфиопия, Филиппина, Египет, Вьетнам. Как раз то, о чем мы говорим, что все больше и больше людей живет в странах, не принадлежащих к так называемому ареалу западной цивилизации. Но тут проблема не в том, что принадлежат они или не принадлежат к группе демократических стран в общепринятом понимании, а в том, что там большая часть населения в этих государствах живет за чертой бедности, в том, что ресурсов не хватает никаких, в том, что из-за изменений климата, из-за борьбы за воду, из-за массы других вещей, это скорее будут огромные взрывоопасные регионы, а не стабильные страны, которые некий такой какой-то попадут, не знаю, экономический, социокультурный пример для других государств, для других регионов, даже континентов, куда захочется переехать жить. Из этих стран в массе своей, по крайней мере из двух третей из них, люди как раз мигрируют, люди даже бегут оттуда, из той же Эфиопии или Нигерии, это уж точно, как и из Мексики, туда, где вроде бы, как вы говорите, некий закат наблюдается. Позвольте себе выступить таким критиком развитого мира, потому что на самом деле распределение богатства в мире, оно действительно по-прежнему очень неравиномерное, и большая его часть сосредоточена в руках стран, которые экономически развиты, но вот демографически у них перспективы довольно-таки сомнительные. Рождаемость падает, в отличие от тех стран, которые, вот вы перечислили, которые, наоборот, растут, но растут за счет бедной части своего населения. Так вот, многие и социологи, особенно левых убеждений, и разного рода общественные активисты говорят, что надо активнее делиться, что для того, чтобы в странах, которые наиболее бурно демографически развиваются, жизнь становилась хотя бы чуточку лучше, и миграционные потоки не захлестнули те регионы мира, которые к ним не готовы, что нужно просто больше туда инвестировать, вкладывать денег. Делиться-то, конечно, наверное, в идеале-то и надо, но просто каков будет результат, пока у власти в этих государствах находится, а мы знаем откровенно, давайте будем говорить это так, совершенно коррупционные, совершенно элитарные, замкнутые какие-то группировки, которые представляют 5% населения, вы можете делиться всеми благами западного мира с ними сколько угодно. Никто из неимущих в этих государствах не получит ни копейки, а элита, верхушка вот этих самых государств просто накупит себе дорогих особняков в той самой Европе на эти европейские деньги, которыми с ними поделились, ничего там не изменится без политических изменений. Сколько денег туда не вкладывать? Честно говоря, в Африку последние 60 лет вложены были такие миллиарды, что если их вместе посчитать, я думаю, сейчас можно справиться с последствиями пандемии, войны и всего, чисто экономически, на весьма такую обозримую перспективу. Ничего там к лучшему не произошло. Наоборот, только эти деньги развратили совершенно вот эти режимы во многих азиатских странах, почти во всех странах Африки, во многих странах Латинской Америки, а народ оттуда продолжает бежать. Что же, тупик? Не знаю, но, видимо, как всегда, природа решит все за нас. Мы вот с вами уже упомянули несколько раз такие вещи, как глобальные изменения климата, борьба за воду, и не исключено, что само по себе может произойти на планете так, что центры вот эти цивилизационные, да, они сместятся куда-то туда, где будет жить чисто по физическим параметрам более или менее возможно. В Гренландию, что ли? Может быть, в Гренландию, может быть, на Аляску, а может быть, наоборот, куда-нибудь в Индонезию. Я не климатолог, и тем более сейчас не возьмусь судить. Я довольно скептически отношусь ко всем теориям, от чего эти глобальные изменения климата происходят, от деятельности человека больше, или с точки зрения вообще галактики, это естественные какие-то процессы, которые мы с вами и оценить-то на уровне наших научных знаний не в состоянии. Вам, как историку, прекрасно известно, в самом конце античности и существования Римской империи, ее полного распада, где-нибудь в Шотландии выращивали виноград, а потом в средневековые хронисты писали, как замерзал тибр и сено, и по ним катались на коньках. Никакой промышленной революции еще не существовало. Безусловно, в начале XVIII века в Европе был так называемый малый ледниковый период, когда несколько десятков лет просто было очень существенное похолодание, и массовый голод на этой почве возникал. И на этой почве, кстати, Франция тогда проиграла крупную войну, войну за испанское наследство. Так что все связано от климата до боевых действий. Но боевые действия, возможно, будут вестись в какой-то перспективе, о которой мы с вами говорим, 50-100 лет, как и в античные времена, из-за доступа к самым простым ресурсам, это земля и вода, в основном из-за воды. Таких точек на Земле сейчас очень много. Это и вся Юго-Восточная Азия, и Китай. Идет огромная борьба за Меконг, за строительство плотин. Рискует Меконг совершенно обмелеть, заилиться. И вот эти сотни миллионов людей, живущие во Вьетнаме, Таиланде, Бирме, Лаосе, Камбодже и так далее, их образ жизни может радикально поменяться, возможно, им просто не выжить будет из-за этого. Сейчас очень много говорят о Северной и Северо-Восточной Африке, где строятся плотины и назревает огромная война между такими государствами, как Эфиопия, Судан, Египет. Это страшные региональные противники. А я их упомянул в числе 15 самых населенных стран мира. Из-за строительства Турции плотин на реках Ефрат и Тигр, еще дополнительно к всему, что это и так регион, что называется, Hard Place, добавились страшные социальные плохие процессы во всем Большом Ближнем Востоке. Как воюют из-за колодцев Киргизия с Таджикистаном и с Узбекистаном, мы тоже с вами знаем. Таких точек я вам назову еще очень много. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересна и россиянам, и о России, которая интересует американцев. Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о том, куда в 21 веке географически, политически, экономически и социокультурно смещается, возможно, жизнь человечества. Ярослав, мы с вами упомянули уже вот все эти негативные эффекты, которые мы предсказать не можем, или они ускорятся, или они затормозятся. Вот вся эта неконтролируемая миграция, рост неравенства, крах промышленности в развитых странах, рост безработицы, политического недовольства. Мы недавно с вами говорили о взрывном росте популистских настроений и появлении популистских политиков в самых разных государствах от США и Мексики до Филиппины, то есть вообще всей Юго-Восточной Азии. На все это влияет ковид, на все это влияет колоссальная инфляция, война в Украине, ощущается значительная нехватка продуктов, питание в мире. Ученые пишут, что появятся новые природные очаги разных вирусов, не только коронавируса. В Африке, кстати говоря, вот я вспомнил такую цифру от голода, прямо сейчас, в ближайшем 2023 году, от голода в наше время, да, чудовищно же, более 73 миллионов человек могут умереть. В Азии на Ближнем Востоке более 43 миллионов. В Латинской Америке, которая вроде бы, ну, нам кажется, что сейчас она более развита, чем самые бедные и несчастные страны мира, 18 миллионов человек могут умереть от голода. Только в большом арабском мире более 100 миллионов человек сегодня живут на грани крайней нищеты, еще более 50 миллионов каждый день не доедают. Что-то хорошее в этом во всем можно найти? Вот давайте я попробую эту мрачную картину несколько разбавить или, по крайней мере, ей что-то противопоставить. Описанные вами ужасы, они, конечно, имеют место быть, но если мы сравним это с тем, как жило человечество всего 100 лет назад, а 100 лет назад это ничто по меркам истории, то мы увидим, насколько большой рывок, на самом деле, оно совершило за это время. Потому что только за последних 30 лет, благодаря той самой глобализации, которую часто ругают примерно миллиард людей, живущих на этой планете, вырвались из нищеты, перешли эту черту, которая отделяет нищету от, ну, других состояний, пусть даже бедности, но не совсем нищеты, потому что нищета это когда человеку не хватает, ну, совсем на элементарное. Сотни миллионов людей получили доступ к той самой воде и ее источникам, к канализации и другим элементарным удобствам, к средствам связи, потому что людей с мобильным телефоном сейчас найдешь везде. От Центрально-Африканской республики, до какого-нибудь... Гаити. Да. При том, что в целом социальные условия на том же Гаити ужасающие, но тем не менее. Я не говорю о том, сколько эпидемических болезней страшных было за последние сто лет уничтожено. Одну черную оспу хотя бы вспомнить, которая убивала людей миллионами на протяжении нескольких столетий. Та самая миграция, как бы к ней не относиться, но на самом деле она спасла от голодной смерти и позволила прожить более или менее нормальную жизнь. Опять-таки сотни миллионов людей, которые закрепились на каких-то новых местах, смогли найти себе работу, создать семьи и прожить, в общем, вполне пристойную нормальную человеческую жизнь. То, чего раньше они бы себе позволить не могли. В общем, если посмотреть на путь человечества в последние сто лет, то, во-первых, мир стал меньше, он более сросся между собой, а с другой стороны, как ни парадоксально, мы сейчас живем в турбулентную, неприятную эпоху, но нужно осознавать, что мир на самом деле стал лучше, что наши деды и прадеды жили в гораздо более опасном, гораздо более заразном, скажем так, и бедном мире, чем живем мы. Вы так красиво и хорошо и правильно звучите, что трудно вам оппонировать, но все же. Хотя я, конечно, не хочу выглядеть этаким замшелым и неприятным социал-дарвинистом, а хорошо ли то, что людей стало так много? Потому что, знаете, то, что они не умирают от чумы, оспы и голода, не имея при этом ни работы, ни образования, ни перспектив, а имея только раздражение и гнев от того, что они родились на белый свет, но им, в общем, ничего не досталось, это огромный внутренний гнайник, который нарос уже, по-моему, на всем теле планеты. Мы же говорим о людях, а не о какой-то волчьей стае или пчелином улье, где наличие кормовой базы определяет и рост, или падение популяции, и, в общем, ее перспективы. Людям нужно несколько больше. Безусловно, вот так ведь и уровень образования вырос даже в самых бедных странах. Сейчас, в общем, довольно сложно найти на планете страну большинство, вот просто большинство населения которой будет неграмотно, крестиком будет подписываться. А сто лет назад таких стран было опять-таки большинство. Но вы не ответили на вопрос, что со всем этим делать? Что делать с 8 миллиардами людей, из которых примерно 6 миллиардов, пока не имеют никаких перспектив, особенно если мы говорим о том, что население Земли будет расти, а ресурсы сокращаться, выжить в ближайшие 50-100 лет? На самом деле, по подсчетам демографов, рост населения планеты, он будет замедляться. Потому что даже в бедных странах изменение рождаемости в сторону ее снижения идет уже последних 20-30 лет, как минимум. Просто это изменение пока еще не очень заметно. По Сомали я видел статистику, если там раньше было, условно говоря, 8 в среднем детей в семье, то сейчас 6. Мы можем над этим несколько похихикать. Нет, хихикать я не буду, потому что это тот самый пчелиный улей или стадо антилоп. Давайте, может, распатривать биологически, тогда будем людей, как и животных. Они от голода умирают, а не потому, что по каким-то другим причинам они стали меньше рожать детей. Рожать они стали не меньше. Там чудовищная ситуация, с засухой, и Сомали сейчас одна из самых катастрофических стран мира, именно из-за тех самых изменений климата, из-за нехватки еды. В том числе, война в Украине очень сильно повлияла. Сомали на 50% зависела от украинской пшеницы. Но речь-то тут не только о Сомали, не только об этом. Фактор более широкий, это снижение рождаемости. Да элементарно. Доступ к контрацептивам в той же Африке, в той же Азии, он все-таки стал гораздо более широким, чем был еще 30-40 лет назад, когда его вообще практически не было. Конечно, это связано с борьбой с разного рода эпидемией, в том числе эпидемией ВИЧ-инфекции. Но, тем не менее, факт остается фактом. Просто, мы сейчас вступаем в период, когда слишком большой разрыв стал в образе жизни и вот в этих самых демографических показателях развитых стран и стран бедных. Поэтому этот разрыв кажется катастрофическим и поэтому представляется, что все, вот катастрофа уже за углом. Ну, если мы себя будем вести безответственно, то она, конечно, действительно будет за углом. На самом деле это совершенно не факт, потому что известно, что та же миграция, она влияет на рождаемость в сторону ее снижения. И каждое следующее поколение иммигрантов, живущих в той же Европе, оно менее многочисленное, потому что они в той или иной мере перенимают другой образ жизни и им уже не нужно так размножаться, потому что... Есть другие развлечения. Ну, не только. На самом деле общеизвестно, что высокая рождаемость, она была когда-то в средние века и в Европе, это просто средство выживаемости. Она сопровождается высокой детской смертностью, поэтому, ну, грубо и очень цинично говоря, вот у меня восемь детей, из них половина умрет от детских болезней, но четверо выживут, и мое хозяйство, крестьянское, худо, бедно, так сказать, возьмут. И меня еще в старости, если я до нее доживу, как-нибудь прокормят. А городскому европейскому жителю совершенно не нужно. Для него дети на самом деле во многом это скорее такая сентиментальная забава, а вовсе не необходимость. Что это все значит для мировых политических процессов? Пока, как мы понимаем, все-таки весь мир держится на западной и на китайской экономиках. Вот два центра. Если с ними что-то случается, с учетом всего вышеописанного, как может выглядеть мир после 2050 года с учетом того, что Китаю предрекают глобальные очень тяжелые потрясения? А Европа, как мы видим, вы уже упомянули в словосочетании вести себя ответственно, пока ведет себя все-таки во многом очень безответственно. У меня есть такой сценарий, я его назвал сценарий бесполярного мира. Есть мир, когда-то был биполярный, с двумя полюсами, во время Холодной войны. Сейчас часто говорят о том, что мир становится многополярным, а может случиться так, что полюсов на самом деле не останется. В том смысле, что ни у одной крупной державы или группы держав просто не будет сил экономических и политических, чтобы четко контролировать какую-то часть планеты или там путем вот этих глобализационных механизмов вообще доминировать на планете или в ее экономике. И по-вашему это хорошо или плохо? Ну, это опасно, скажем так, потому что это значит, что каждая такая держава, Китай, Европейский Союз, Соединенные Штаты, что будет с Россией сейчас после 24 февраля вообще сложно предсказывать. Ну, допустим, и Россия тоже. Они будут пытаться контролировать вот свою территорию и ближайшие окрестности. А вот между ними возникнут зоны нестабильности, причем такой стабильной нестабильности, сохраняющиеся долгие годы, где будет идти вот эта самая борьба за воду, за основные ресурсы, за выживание в каком-то смысле. Это Центральная Азия, это Ближний Восток, это значительная часть Африки, это, наверное, Центральная Америка с ее активными миграционными потоками. Много таких мест на планете, и в общем, если действительно самые мощные и самые богатые державы не научатся вести себя ответственно и понимать, что мир не сводится только к их интересам, так как они их понимают, как их понимает, например, Россия, начавшая эту безумную войну, то плохо будет всем. И я бы не хотел жить в том бесполярном мире, который я вам сейчас описал, но боюсь, что вероятность его появления где-то к середине нынешнего столетия, я бы сказал, так 50 на 50. Я продолжу свою мысль, даже и ведущие мировые державы живут по принципу какой-то волчьей стаи, они будут грызться между собой, а поводов для этого будет предостаточно далеко не та же вода. Вы вот знаете, что запасы лития на планете весьма ограничены, находятся они в двух местах, в западном Китае и в горах латиноамериканских вандах, примерно так на границе Боливии, Чили и Аргентины. Вот кто будет контролировать их, будет контролировать все завтрашние современные технологии. Или никаких компьютеров, никаких смартфонов, никакой глобальной спутниковой системы, вообще ничего. И никакого запуска, кстати говоря, ракет не только военных, но и любых экономических, промышленных объектов. Без драки не обойдется. Для страха, конечно, основания есть, но давайте все-таки вспомним о том, что человечество пережило совсем недавно, 80 лет назад. Ну, в общем, ситуация-то была похлеще во многих отношениях, А в чем-то похуже? Не было ядерного оружия? В чем-то похуже, да. В чем-то сейчас похуже. Но, скажу так, так дешево мы не отделаемся. Апокалипсис вряд ли прям вот совсем за углом. Еще помучаемся. Впервые, Ярослав, с вами за все время наших бесед вы выступили в роли оптимиста, а я скорее пессимист. Итак, это был наш Атлас мира, который всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, на нашем сайте, в разных социальных сетях. Всегда говорю, ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Телеграме. Продюсеры этого Атласа Михаил Косторов и Андрей Амочкин, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова